Вопрос о перфекционизме. Обычно он проявляется в трёх формах. Когда человек требует совершенства только от себя, когда человек требует совершенства буквально от всех окружающих во всём, и когда он чувствует давление со стороны общества, чтобы он был совершенным. Но на карантине специалисты отмечают то, что человек в новых для себя условиях постоянно ошибается, и перфекционизм или стремление к нему может, наоборот, навредить человеку, довести его до серьёзного нервного срыва. Вообще перфекционизм сейчас это хорошо или плохо? Я считаю, что человек не должен себя ограничивать, что он не должен себя насиловать. Если у него есть стремление к чему-то, он должен его реализовывать. И ни в коем случае не пытаться сделать себя проще, что якобы тогда ему будет лучше. Нет. Найди для себя любимое дело. Займись им. Попытайся в свою работу добавить ещё какую-то нотку заинтересованности. Себя самого вложить и так далее. Ты увидишь, что жизнь начинает приобретать дополнительные окраски. Ты можешь поднять себя совершенно на другую тональность в жизни. Для чего живёшь, ради чего живёшь и так далее. Это всё зависит только от тебя. Так что не смотри на эту пандемию. Пандемия – это надо смотреть на это. Она тебя подталкивает к чему-то новому. А ты должен разгадать к чему. Это будто творец природы задаёт тебе загадку. А ты её разгадай. И ты увидишь, что на самом деле не может быть в мире ничего плохого. Всё идёт только по нарастающей – к образованию, к воспитанию, к развитию. И так вот мы и будем идти вперёд. Так что я в каждом случае, который нам предоставляет природа, навязывает природа, Я, наоборот, вижу, как тебе сказать, возможность для чего-то нового. Я хочу жить по максимуму. И не важно мне, пандемия или нет. Ничего мне не важно. Я хочу в любом состоянии, которое я получаю от природы, максимально реализовать себя. У меня другой возможности нет и не будет. Продолжение следует...